Я думаю, что еще присоединятся люди. Итак, наша сегодня с вами очередная встреча. Сегодня 14 апреля. Уже весна, радует солнышко. Поэтому, скажем так, ждем также новых интересных событий, новых каких-то свершений. И в первую очередь, конечно, хочется пожелать этому миру мир. Поэтому тоже мысленно мы посылаем флюиды мира, счастья, добра, чтобы поскорее закончились все военные действия вообще во всем мире. И есть очень много дел для, скажем так, развития нашей технологии, которая тоже принесет много счастья всем людям на нашей планете. Ну, как всегда, я говорю о том, что Юнический Стрих Технологии – это международная инженеринговая компания, занимающаяся проектированием, строительством, сертификацией высокоскоростных городских грузовых транспортных систем и перспективы охвата мирового рынка транспортных услуг до 50%. Потому что это экологичный, безопасный и очень комфортный транспорт во всех ипостасях. Как пассажирский транспорт, так и, конечно же, транспорт, который грузовой, который будет тоже очень комфортным для тех людей, которые будут, в общем-то, перевозить грузы для логистики. Вот. Ну, сама философия компании – это мы уже с вами заучили, но давайте повторять всякий раз, как мантру, да, транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. И вот такие вот города, то есть это мы с вами проводили уже аналогию, что… Вот такой есть слайд, что худшие города для поездок на работу действительно невозможно, как это представить, да. И вот линейные города Юницкого. Да, линейные города – это те города, которые мы сегодня с вами еще раз разберем, хотя в прошлый раз Алексей Иномович очень хорошо это все осветил, но я думаю, что повторением отсечения там еще будет несколько слайдов, которые тоже вам будут интересны. Вот. Ну, комплексное решение Юницкий стринг-технологии – это грузовые пассажирские потоки переносятся в отдельное пространство, то есть на второй уровень. Это специальная рельсовая струнная эстакада, которая позволяет улучшить аэродинамику, скорость, увеличить безопасность и сохранить экологию. И стоимость строительства и эксплуатации значительно дешевле существующих всех транспортных решений. Ну, еще раз я хочу обратить внимание на вот эту статью, которую я еще, скажем так, сегодня переработал еще на другом сайте, который называется «U-Sky Transport». Вот. И поэтому еще раз, скажем так, посмотрим эти картинки, посмотрим еще раз, поговорим о них и зададим вопрос, есть ли такое уже где-то, и чтобы как-то это пощупать, потрогать. Так вот, Unitsky String Technology и сайт U-Sky Transport с радостью и гордостью представляет концепцию линейного города U-City. Значит, это экологически чистый город с развитым общественным транспортом, хотя мы его на картинке совсем не видим, потому что он представлен именно U-Mobile, вот так, может, потому что U-Pots в английской терминологии, вот в Эмиратах, у нас это U-Mobile, вот, и их очень много, вы знаете, поэтому в целом именно будет, именно этот транспорт быть общественным, вот в таких городах, в таких кластерах и между кластерами. Значит, линейный городской кластер – это многофункциональное модульное поселение, расположенное вблизи ключевых инструктурных точек страны или крупного города. Вы знаете, у нас в Подминском есть города-спутники, и вообще это такая тенденция есть и в Москве, и в Питере и так далее, но вообще во всех крупных городах, потому что город не резиновый, не может вместить себя всех людей, которые работают в городе, так вот какое решение, это действительно строить такие вот, допустим, города-спутники, как сейчас это делается. Но проблема не решается, поэтому именно рассматривается уже вопрос в том, чтобы действительно эти вот кластеры, они должны находиться как можно более плотно, может быть, и в то же время представлять из себя такую зеленую зону, что людям именно отсюда не хотелось бы выезжать. И поэтому, если перемещаться, то это действительно со скоростью 150 км в час на работу или по каким-то другим делам, если нужно там в центр города куда-то каким-то чиновникам, допустим, или действительно какие-то решать проблемы, либо улетать куда-то там, допустим, с аэропорта. Поэтому, в принципе, это может быть, скажем так, решаемо благодаря Юнифлэшу, который движется скоростью 500 км в час. Но на данный момент по такому кластеру, между кластерами будут двигаться транспорты до 150 км в час. Вы знаете, есть и 250 км в час. Вот. И такой каждый кластер, как вот такая вот философия, что он может принять до 5000 человек для комфортного проживания. Вот. Далее. Вот такая дорожка. Ну, кстати, я сначала эту дорожку поставил, а потом все-таки вспомнил, что очень те люди, которые были в Марьиной горке, конечно же, вот эти дорожки, они уже есть, они уже поочию. То есть это даже вот эта плиточка, которая выложена, и она, в общем-то, прорастает вот этой травкой. Получается и удобно на тех же велосипедах ездить, либо ходить, либо на каком-то там, в общем-то, транспорте электродвигаться, передвигаться. Вот. И в то же время, получается, это все равно зеленая зона такая вот. Ну, вот. Строительство линейного кластера следует принципу омного города с землями, предназначенных для пешеходов и насаждений. Вы знаете, об этом говорил и шейх, значит, руководитель вообще страны такой, как и Саудовская Аравия, о том, что города действительно у нас почему-то в настоящее время предназначены для автомобильного транспорта, не для людей. То есть, да, для всего вот того, что, в общем-то, убивает жизнь, да, и животные невозможно передвигаться, и птицам тяжело, и людям, скажем так. Но, в общем-то, города для машин, а не для людей. Вот поэтому основная зона в таких домах – это именно пешеходные зоны с малоэтажными комфортабельными жилыми зданиями. Вот. И озеленение крыш, городские кварталы, также использование возобновляемых источников энергии. Вот. Замечательная картинка. В принципе, кто был в Мариной горке, воочию это уже видел, да. Вот. Ну, вот если с высоты посмотреть, что действительно, что отличительный элемент, вот, несмотря на всю эту зеленую зону, является доминирующее здание, вот, со встроенной станции на крыше для транспорта системы ЮСКАЯ. Протяженностью, вот, написано, допустим, до полутора километров. Вот. Так как расстояние, в принципе, кластер – это будет километр на полтора, либо километр на километр, чтобы было все в шаговой доступности. Ну, вот, на самом деле, мне это действительно тоже напоминает Марину горку. Вот это вот и прудик, который там возле домика Юницкого, да, тоже такой же формы примерно. Поэтому вот здесь вот находится тоже, где яблоневый сад. В общем-то, в принципе, рисунок, можно сказать, очень близко, похож к тому, что мы наблюдаем Мариной горки, если брать с высоты. И вот, получается, вот в здании, в таком доминирующем здании также там будут находиться и квартиры, и отели, и магазины. И, в общем-то, мы сейчас все тоже знаем, что во всех городах Минска, ой, во всех районах Минска есть определенные торговые центры, молы, да. Вот, в принципе, вот такое здание может представлять из себя не только транспортный такой узел, да, анкерную опору, но именно то, что необходимо людям. Там бассейны, какие-то магазины, театры, музеи и так далее. Ну и в то же время самый основной вокзал. В общем-то, поэтому это, в принципе, все объяснимо и предсказуемо. Вот, далее, значит, смотрите, если вот данные, значит, такая вот доминирующая здание, которое представляет из себя, вот, оно может быть в таком виде, потом мы с вами рассматривали, что вот даже сейчас, еще раз покажу вам эту картинку, имеет различный, может быть, иметь вид. Вот в Арабских Эмиратах мы чуть ниже посмотрим эту картинку еще раз, да, какая она, в общем-то, сделана в восточном стиле, поэтому, я думаю, этот рисунок даже немножко упрощен. Вот, и, конечно же, мы до этого рассматривали и различных архитекторов, которые создают просто великолепные шедевры, поэтому, я думаю, самое главное соблюсти вот в этом здании этот, скажем так, функционал, который должен быть заложен, да, а уже само здание, я думаю, оно будет гораздо интереснее в плане того, что для людей, которые, скажем так, любят эстетическое восприятие, поэтому я думаю, что, конечно же, здесь можно будет поэкспериментировать. Хочу заметить в том, что, значит, кластер, это представляется как независимая экономическая единица, вот, где, значит, создание продуктов, предоставление услуг, вот, с налоговым поступлением бюджета возможно без выхода из кластера, то есть получается, скажем так, натуральное хозяйство внутри одного кластера, потому что будут люди, которые будут заниматься различными деятельностями, то есть индивидуальные предприниматели и так далее, поэтому здесь, может быть, это вот самое главное питание, самое главное какие-то вот производственные, научные, торговые, торговая деятельность вся может быть заключена в таком вот мини-сообществе. Вы знаете, мир идет к тому, чтобы действительно вот таким сообществом решать, как улучшать, как действовать. Ну, если сейчас брать деревни, вы сами знаете, что есть инициативные люди, которые и дорогу пробивают, и свет пробивают, и газ проводят и так далее, поэтому я думаю, что если городскому жителю предоставить такую возможность, что я думаю, что главное быстро добираться до того, до той фабрики, завода, либо еще какого-то, допустим, предприятия, то, наверное, же многие согласятся, потому что очень многие люди действительно вот отдыхают на природе и мечтают о таком вот домике в деревне. Но на самом деле этот домик может быть гораздо больше вот тут вот такой представлен дом. Вот это вот, допустим, доминирующее здание, так называемое, да, анкерная опора. А вот это вот дом, который, в общем-то, представляется для того, чтобы быть таким жилым. Вот смотрите, жилое здание объединено в единую архитектурно-функциональную систему, многоквартирно-горизонтальный небоскреб, как называют. То есть они будут расположены, ну, скажем так, рядом друг с другом. То есть высотные здания, лежащие на боку, так вот объясняют, да. Длина каждого небоскреба может варьироваться в довольно широком дипозоне от 100 метров до 1 километра. То есть вот эти домики могут расположаться рядом друг с другом и так далее. Каждый дом общей площадью от 300 до 600 метров квадратных. Вот такой закладывается такая вот площадь. Она очень, по нынешним меркам, очень немаленькая, да, даже, так сказать, очень хорошая, огромная, можно сказать, да. Рассчитана семью из трех-пяти человек и более. Ну, конечно, более может быть однозначно, потому что мы знаем, что сейчас для трех человек, когда люди имеют там двухкомнатную квартиру, там 60 метров считается хорошо. А если взять тут 300 метров, конечно же, тут, наверное, конечно же, здесь можно гораздо больше тут взять уже и бабушек, и дедушек, если там кто, дай бог, чтобы все семьи были дружны, и, в общем-то, наверное, это интересно. Вот так что дома имеют еще, кроме того, три этажа. Это и подвал, это и жилой этаж, и мансарда. Ну, вот и на мансарде, вы знаете, что Анатолий Эдуардович заложено, то, что там тоже должен быть ничего, ни пяди земли не взять, если строится здание. Поэтому наверху, как правило, будет располагаться либо сад, либо какая-то там посадка. Вот, и вот я все-таки нашел эти вот парочку фотографий, когда мы были с Алексеем Наумовичем. Еще было тепло, это было прошлой весной или прошлым, ну, в общем, не знаю. В общем-то, мы любим туда ездить. Когда Алексей предлагает с детьми поехать, конечно, я всегда соглашаюсь. Вот, так вот, смотрите, вот этот домик, правда, у нас он сбоку был снят, вот тут и горка, и все, потому что было очень красиво, там дети бегали на вот этих горках, прыгали, там и батуты стояли, все. А вот мой сын, он наверху именно вот этой крыши. Вот тут даже были ягодки, я помню, несколько там ягодок нашли, вот, покушали. В общем-то, это действительно очень здорово, когда ты поднимаешься. Еще был интерьер, конечно, но все это не снять. Я думаю, что вот те люди, которые присутствуют, ну, как минимум, Лена Степина тоже может много чего рассказать. Интересно, да, внутри вот этого дома самое главное, что есть еще так называемый зимний сад. Вот, если в Эмиратах там не закрывается, потому что это сразу превратится просто в баню, то здесь именно вот такой внутри зимний сад, он закрытая стеклянной такой крыши, а вот наверху, когда выходишь на второй этаж, вот действительно вот такой вот вид. Ну, вот видите, там здесь вот это акварель сейчас называется этот, вообще вот эти вот эко-дома, да, находятся. А дальше там вот мы видим уже вот этот вот эко-технопарк, да. Вот, действительно. Ну, и самое замечательное, что вот этот дизайн эко-домов, системы возобновляемых источников энергии. То есть там представляется независимая экосистема, которая обеспечивает жизнь жителей электроэнергией, электроэнергией, отоплением, органическим продуктам питания, выращенным в доме и на участке. Крыша эко-дома представляет собой высокотехнологичную теплицу, пригодную для круглогодичного выращивания овощей и фруктов с помощью специально созданной высокоплодородной почвы. Вот, то есть это есть воочию, мы там были, мы все это трогали, люди там очень любят снимать эти домики, главное, чтобы хватало средств, да. Это очень там замечательно, там 5 или сколько там, 6 спален, все, практически есть и ванны, и душ, там, ну, может, не в каждой комнате, но, в принципе, есть там возможность расположиться, хорошая техника вся там стоит. В общем-то, в принципе, да, дом так и предназначен, что ты находишь в этом доме, заходишь, да, и ты, в принципе, можешь никуда больше не выходить, не выезжать, но в том плане, что здесь все на месте есть. Поэтому, конечно же, сам по себе вот этот принцип, это замечательно. Конечно, в таком доме очень поднимается настроение, хочется там находиться, быть и так далее, поэтому я знаю, там уже люди были, да, люди отмечали праздники, и вот, может быть, Лена присоединится, если захочет в конце тоже расскажет, так там все-таки здорово. Поэтому я призываю, кто не был в акварели, в общем-то, собраться вот потеплее, когда и там половить рыбку, банька там есть, вот, и, в общем-то, побывать в этом замечательном доме, их там два таких вот полноценных, а так еще попроще, есть и юрты там, если там дальше, вон там видно будет и так далее. Ну и вот из крыши тоже вот видна такая вот тоже приусадебный такой участок тоже, вот видите, домик, вот, пожалуйста, теплицы, вот, пожалуйста, все зеленеет, все, у Анатолия Эдуардовича на вот это вот чудо почвы растет, все, видите, замечательный урожай, вот там озеро Надежда, вот там вот эти вот тоже фигбамы, так называемые, тоже их можно снимать, вот, то есть есть рыбаки, которые вот хотят поближе к природе быть, вот, ну, в общем, участок очень огромный, и, конечно же, очень там, в общем-то, и зоопарк там есть, и птички, и животные, в общем-то, с детьми, конечно, там раздолье, и очень много беседок, где можно посидеть, покушать, вот, просто замечательно, поэтому, как тут и говорится, что каждый кластер обеспечен необходимым собственным производством, органические продукты питания, артезианская вода, солнечная энергия, экологически чистые, автономные электромобили, юнибусы, да, и юникары, вот, и необходимые услуги, которые могут понадобиться современному поселению. Кто хочет в таком вот в доме жить, да, вот как я тут вам показывал до этого, да, поставьте плюсики, вот, и давайте соберемся на экскурсию, поедем, вот, еще раз побываем в этом замечательном хозяйстве, которое называется сейчас акварель. Плюсиков не вижу, неужели никто не хочет? Вот, спасибо, спасибо, Таисия. Ну, в целом, значит, преимущество линейного городского кластера, еще раз повторюсь, это снижение зависимости от истощаемого углеводородного сырья, природный газ и нефть, да, это развитие объединения изолированных, малонаселенных, труднодоступных территорий, связывающих все регионы в единую экономику, вот, одной линейной, эффективной линейной инфраструктурой, это сочетание путевой структуры с линией электропередачи. Вы знаете, что здесь в данных, вот этих струнах, которые предназначены для транспорта, там и электричество, там и оптоволоконное, значит, соединение, позволяющее, в общем-то, спокойно проводить интернет, да, вот, и децентрализация крупных городов, равномерное расселение населения по всей стране и освоение новых территорий. Допустим, у нас равнина, есть и горы, есть и тайга, есть и морской шельф и так далее. Ну, в общем-то, действительно, вот эта картинка, которую мы с вами уже на протяжении нескольких вебинаров вот смотрим, видим, представляем, поэтому я вам тоже хочу сказать о том, что вы тоже представляете, потому что я говорю вот эту вот визуализацию, у меня стоит в голове, я уже несколько раз повторял, вот, и как я вижу о том, что даже ветер шевелит вот мои волосы, и я представляю, что вот мы с Анатолием Эдуардовичем, там, да, вот, с семьей, там, скажем так, я со своей семьей, там, он со своей, вот мы стоим, вот, любуемся, неужели это произошло, да, вот, это здорово, то есть вот у меня такая вот визуализация идет, и я представляю, что вот на крыше такого вот небоскреба, вот, когда это будет двигаться транспорт, в общем-то, это, наверное, будут незабываемые минуты, часы и так далее, потому что я хочу, в общем-то, иметь квартиру именно в таком доме, кто тоже хочет, ставьте десяточки, вот, мы будем с вами, возможно, это не надо ждать очень долго, потому что, в принципе, есть очень активные люди, которые действительно стараются, продвигают технологии, и уже пришло время, когда действительно этим технологиям уже они должны состояться, да, вот, спасибо, Лена, за плюсики, спасибо, Алексей, ну, мой тоже десяточку поставил, да, вот, я думаю, что это действительно не за горами, скажем так, вот, ну, и, в общем-то, да, прекрасный вот этот тоже вид, я его тоже представляю, вот, я в прошлый раз, когда Таисия, кажется, мне сказала, что мы фантазеры, да, вот именно тоже картинка была именно с морем, потому что, ну, нам всегда, людям, которые живут далеко от моря, не хватает этого моря, вот этих волн, этих, скажем так, гребни, да, это прекрасная картинка, вот тут и горы, вот тебе и море, все, и вот, конечно же, вот, думайте, что не хватает, когда есть горы и море, наверное, не хватает вот этих вот линейного транспорта, да, наших вот эстакад, вот этих вот городов, линейных городов, вот оно решение вот этих вот счастья человека, вот оно счастье называется, да, действительно, поэтому линейная модель города, она, ну, все, никто не остается равнодушным, поэтому за последнее время, смотрите, с линейными городами познакомились представители Бразилии, Арабских Эмиратов, Вьетнама, Доминиканской Республики, Республики Гаити, Румынии, Чехии и многие-многие другие гости, практически все гости, которые побывали в Шарже, которые видели вот эту вот модель линейного города, конечно же, никто не остается равнодушным, и, как я говорю, что, в принципе, все заинтересованные вот лица, они в той или иной степени, я говорю, наверное же, вот представляют свои страны вот в таком вот виде, поэтому вот она картинка будущего и картинка, которую мы с вами можем тоже воочию увидеть, если мы с вами еще постараемся своими мыслями, чувствами, действиями помочь развитию данной технологии в мире, а мы с вами это можем, потому что уже сделано за это время очень много, и те люди, которые, скажем так, как я, допустим, долго раскачивался, сейчас я, скажем так, догоняю, есть на кого опереться, есть последователи, есть люди, которые идут, скажем так, вижу цель, не вижу препятствий с таким слоганом, да, и, как моя сестра говорит, все во благо, вот что бы ни получилось, она говорит, все во благо, так что замечательный такой слоган у нее, и я у нее тоже этому учусь, поэтому вот мои сестрички Оля и Наташа, вам огромный привет, вот, если будете смотреть, в общем-то, помашите мне рукой тоже, вот такие дела, ну, и, конечно же, все те люди, которые сегодня присутствуют, я тоже знаю, многие из вас предложили уйму, в общем-то, как Лена, вот, помню, стояла Степина, когда она стояла в центре, вот, в торговом, да, когда рассказывал, когда люди подходили, действительно, у нас белорусы практически очень мало знают об этой технологии, конечно же, в свое время какие-то желтая пресса писала не очень хорошие статьи, вот, но все равно большинство людей как-то проходило это мимо, и плохое, и хорошее, поэтому, когда я Лену встретил в торговом центре в одном, и она вот стояла этим плакатом, вот, горящим взглядом рассказывала, как это здорово все, конечно же, я даже вот позавидовал, думаю, как вот интересно, а теперь я вот тоже, читая вот эти лекции, я думаю, какое все-таки счастье, когда ты можешь делать то, что, в общем-то, и заряжает меня лично, да, и в то же время я могу зарядить других людей, поэтому, конечно же, спасибо огромное тем людям, которые это делали, да, Леночка, город будет, да, да, отлично, вот, и я просто говорю о том, что действительно вот эта вот зарядка, она передается, то есть вот как ты когда-то сказали, есть вирус, да, который можно заболеть, а есть вирус, который может зарядить, так я вот вам тоже этот вирус посылаю, заряжаю вас, вот, надеюсь, что вам моя энергия передается, и поэтому же, конечно же, я очень и очень хочу, чтобы мы вот в таком городе жили с вами, и не когда-то там через 30-20 лет, а я бы даже сказал, что в течение вот это вот, в течение пяти лет, чтобы мы уже с вами смогли даже выбрать с вами несколько стран на выбор, вот, ну и, конечно же, не забыть про нашу Беларусь, потому что нашей стране тоже нужны такие технологии, такой транспорт, вот, но моря у нас нету, поэтому будем искать там, где море, вот, ну, хочу вам тоже немножко так вот рассказать, такая статья вышла, называется U-Bike Individual Like, вот, да, значит, то есть транспорт, в принципе, преподнесли его так, как действительно вот такой индивидуальный транспорт, то есть уже замена, скажем так, электромобили, то есть автомобили, которые стоят у вас под, скажем так, под подъездом, на вот такой частный электромобиль, вот, который вы можете использовать как для использования для своих частных поездок, в зонах отдыха, туристических маршрутах и каких-то местных транспортных линий. Конечно, кто-то может посмеяться, скажет, ну, куда, где, куда мы поедем, но поверьте мне, как только начнется это все строится, то есть когда-то не верили, что когда-то будет какой-то там интернет, вот, когда я первый раз увидел, что какой-то компьютер там в 84-м году моему, я дружил с мальчиком, а ему там, его старшему брату этот компьютер перейдет, ну, что такое компьютер, да, вот, казалось бы, с 84-го года, да, вот, видите, как время летит, сейчас уже не просто компьютер дома стоит там персонально, да, у всех там и каждого, телефон в руке, мобильный, Wi-Fi и так далее, просто, просто события моментальны, поэтому как только будет, начнется одна линия строится, к ней присоединится вторая, третья, пятая, десятая, и начнется всегда транснет, поэтому, как говорится, присмотритесь, вот, действительно, это замечательное такое альтернативное средство вообще передвижения, да, и поэтому тоже, если мы с вами планируем жить, скажем так, в линейном городе, то, конечно, такой транспорт можно будет приобрести, я помню в свое время один из, слушал одну из лекций, когда тоже человек говорит, я пригласил людей, на лекцию, и, в общем-то, более взрослые люди слушали, а молодежь сидела сзади, мешала, в общем-то, рассказывать, вести презентацию, и он тогда задал вопрос, скажите, а вот вы хотели бы иметь такой транспорт там, да, он говорит, зачем, как, что, чего, ну, вот, рассказывал, вот, начнется строиться, вот, когда-то там все, вот вы какую машину хотите, ну, мне, говорит, хотя бы там какую-то купить поддержку, там, за 3000 долларов, я не знаю точно, но на данный момент я могу сказать так, что тот спикер сказал, что в районе 3000 долларов вот и будет стоить такой вот, допустим, юбайк, да, вот, и поэтому, и после этого молодежь застыла, стала слушать внимательно, как, что вот эту презентацию, в общем-то, удалось вот так выровнять и направить в нужное русло, и действительно, вот, я думаю, что молодежи, конечно, очень интересно будет тоже так передвигаться, тем более, что там будет несколько модификаций, вот, они уже представлены, да, то есть можно вот два кресла друг за другом, друг к другу, да, тут три места, вот, видите, тут еще вот такой, скажем так, третий стоит, дальше здесь получается для багажа, если там куда-то передвигаетесь, вот, пожалуйста, чемоданы, дальше спортивная версия, это когда вы можете еще и педали крутить, но вы вообще знаете, что вот в этом юнибайке, там еще он как в одном лице, и как электромобиль, и как фитнес такой центр, там можно педали крутить, в общем-то, и не тратить на это, да, энергию, и, в общем-то, ехать практически бесплатно, да, вот, ну и тем же самым заниматься, это для передвижения, если там коляска, допустим, сзади поставить, либо коляск, либо вообще себе взять такой, если там далекий путь, вообще можно взять такое кресло поставить, в общем-то, находиться практически в бизнес-классе, лежать, заниматься своими делами какими-то там, да, и передвигаться со скоростью там 150 км в час в любую точку, когда там будут построены пути, вот, ну вот такие вот, значит, модификации, да, и, вот, значит, пассажировместимость, как я уже сказал, от 1 до 3 человек, да, вот, масса 900 кг, размеры небольшие, вот, 4 на 80, на 2, да, метра на 0,8, расчетная скорость 150 км в час, максимальная пропускная способность 3600, 3600 человек в час, то есть, в принципе, там, где, допустим, какие-то, может, курортные зоны, там можно действительно вот такие вот вагончики, маленькие юбайки запускать, действительно, где будут передвигаться быстро, и в то же время будет очень удобно, ну, я не знаю, там, на каких-то курортах это, я думаю, будет интересно тоже, вот, ну, юбайк оснащен энергоэргономичными сидениями, пассажирский салон оснащен мультимедийной системой, климат-контролем, системой самоспасения, системой экстренной связи, вот, поэтому, и он может быть сконтролирован в соответствии с потребностями отдельных потребителей, поэтому, действительно, я думаю, что мы уже с вами говорили о том, что компания может на заказ выполнять любой, скажем так, интерьер, и, я думаю, внутри салона, в общем-то, можно будет добиться различного пожелания заказчика, скажем так, как вот сейчас Миратор, да, есть, был, мы с вами в Беларуси ездили один вариант, да, вот, а когда Анатолий Эдуардович сюда приехал, вот так он называется, юникар тропического, в тропическом исполнении, действительно, там, вот, и более богато, и более кресло бизнес-класса такого, вот, и вообще сам транспорт более, ну, вообще подкопаться не к чему, конечно же, гордость испытываешь, и комфорт колоссальный, конечно, не хочется из этого, всегда, всех, кто ездил, говорят, почему так мало, почему всего 400 метров, поэтому, когда сейчас строится вот уже 2400, конечно же, это, наверное, уже будет почувствовать уже вот это вот расстояние, да, вот, ну, и вот, вот этот тропический юникар, да, который бы говорили, вот, юбайк, да, вот, значит, значит, чем хороша, значит, полная стоимость системы значительно ниже по сравнению с обычными транспортными средствами, один из самых экологических видов транспорта, вот, с нулевым воздействием на природу, нулевой статистика дорожных транспорт происшествий, симбиоз существующей городской национальной структуры без необходимости перепланировки города, потому что, все-таки, как ни крути, когда сейчас, мы уже с вами говорили о том, что есть метро в Дубае, построили трамвай, которые, вот, говорили о том, что он очень, скажем так, навредил частным извозчикам, которые там ездили, да, частным водителям, которые просто теперь стоят в пробках из-за этого трамвая, а сам трамвай используется, в общем-то, ну, процентов на 10-15, потому что я лично видел, да, вот, и, конечно же, Дубай сейчас и Эмираты вообще ищут возможность, как вот это, что, какой транспорт должен быть, чтобы между домами, между вот этими небоскребами включиться, передвигаться и так далее, и, конечно же, вот, лично в свое время, попробовав Юбайк на Всемирном поездочном саммите, его высочество шейх Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум, вот, высоко ценен, перспективен и возможности Юскай-транспорт. Дай бог, что мы, как бы, не будет это долго, опять-таки, тянуться, да, потому что, конечно, конкуренты не дремлют, конкуренты предлагают свои какие-то решения, но из того, что я, скажем так, видел, смотрел, уже анализировал, мы с вами смотрели, альтернативы я особо не вижу, не вижу, поэтому просто это, скажем так, как любое, скажем так, роды, в общем, проходят в муках, но я думаю, что разродится транспорт и в Дубае, и в других странах, и, в общем-то, просто пойдет, скажем так, плодиться и размножаться по всей планете, вот так, вот так скажу. Ну, вы помните, что мы уже рассматривали вот это, что в шарже идет установка анкерных узлов, да, вот Анатолий Эдуардович лично инспектировал, да, вот, это четвертая трасса вот была, вот, действительно, это очень важная, необходимая, уже, скажем так, точечная, такой, архиважная, да, вот, важнейшая часть транспортного комплекса анкерный узел, поэтому Анатолий Эдуардович лично там инспектировал, остался очень доволен, вот, и получается, что вот это вот четвертая вот она линия, вот она квадратненькая, вот, и там уже все закончили, вот построили анкерную опору, там у нас будет чуть-чуть дальше опять рисуночек, а сейчас вот это вот, как все ее прозвали Санта-Барбара, да, вот это вот, это вторая линия, и вот на вторую линию сейчас приступили там, да, вот к изготовлению вот этой вот, опять-таки, анкерной опоры, которой, опять-таки, трасса будет 2,4 метра, и, опять-таки, она будет предназначена для перевозок, вот, транспорта, который будет перевозить 50 тысяч пассажиров в час, вот, и для, скажем так, грузового транспорта, который будет предназначен до 100 миллионов тонн груза в год, вот такие вот большие, скажем так, объемы, и вот эта вот анкерная опора, которая очень важна, вот, действительно, там просто в миллиметры все надо выложить, как-то, да, Олег Зарецкий сказал, что даже миллиметр, вот такой вот, не должно быть, уклон не больше миллиметра, вот такие вот показатели должны быть. Ну, вот, качество литья, тут у нас сказано, что там столько-то там заливают, такой-то сверхпрочный бетон, вот, и работы очень много впереди, но это самый трудоемкий и критически важный этап строительства, да, это действительно так, вот, ну, и вот после строительства, вот, получается, вот такая красота, вот, когда мы с вами смотрели на четвертой трассе, вот оно, когда уже все закончено, видите, в восточном стиле, красивый заборчик, красивый орнамент, вот, и вот этот, вот, конечно же, прекраснейший знак Юскай Транспорт, действительно, вот в виде юнибайка, который мы с вами только что рассмотрели, да, вот эта буква Ю, и вот у меня такой же висит сейчас календарик, действительно, и, наверное, Леша тоже кому-то такие календарики раздал. Но, конечно же, я вот тоже любуюсь и говорю, что молодцы наши дизайнеры, которые постарались сделать такое вот в букве Ю, вот, прослеживается вот действительно, скажем так, вот сам Ю, скажем так, как он называется, Юнибайк, да, вот так вот можно рассмотреть. Вот, ну вот такая красота, да. Ну вот, что еще сделали? Еще сделали все-таки электронный транспорт для астронного транспорта. Почему? Значит, вообще, я вот сейчас покупал технику, бош, да, допустим, там, дрель, там, либо шуруповерт и так далее, и вы сами знаете, что сейчас раньше-то были, в общем-то, такие книжечки толстые, вот, они где-то терялись, где-то там было, вот, на многих языках, во-первых, там было, да, там надо было найти русский язык, сейчас практически все это электронные паспорта, и даже, что вот сказали, зарегистрируйтесь, допустим, на там-то и там-то, зайдите, если вы хотите три года получить, надо ввести вот эти определенные цифры и так далее, вот тогда твой инструмент будет гарантирован три года и так далее, вот, пройти гарантию. Если на бумажном носителе, тогда только год. Вот такая интересная вещь. Поэтому электронный паспорт – это не то что-то новое, но для транспорта U-Sky это действительно оказалось новым, и, в принципе, это просто веление времени. Поэтому данный документ, получается, исключает фальшивые документы на технику, несоответствующие требованиям безопасности регламента. Потенциальный киберугроз позволяет избежать технологии блокчейн, вот, и централизованное изготовление и хранение электронных паспортов решает проблему безопасности, сохранности документов, а также его долговечность. Одним словом, оперативно, удобно и эффективно. Ну, поэтому это все согласно времени все это делается, и поэтому иначе быть не может, потому что компания современная и так далее. Ну, после, значит, в нескольких тоже вышло изданиях, мы про них постоянно что-то говорим, но вот это вот после британская медиа Railway Technology рассказала преимущество структурного транспорта. Это после того, как она побывала на этой индийской выставке, которая проходила 22-25 марта в Индии. Вот, там тоже называлась новая технология, линейные города там освещалось все. И вот там эта статья тоже, что именно, что есть такой транспорт, они уже, видите, даже Railway, это, ну, как бы, железные дороги Британии, можно сказать, да, вот, видите, написала такую статью, что есть такие вот юнимобили, скорость 150 км в час, 53 тысячи человек в час, вот, 100 миллионов тонн груза в год, да, вот, на порядок меньше энергии забирает, вот, получается, сохраняет ландшафт, почву нетронутыми заставляет, и исключен человеческий фактор, потому что управляется искусственным интеллектом, вот. Не зависит от сложных погодных условиях, обеспечивает полный контроль на маршруте движения и бесперебойно работает транспорт. Вот такая статья была написана, конечно, это очень приятно, что пишут, вот, и, как видите, вот эти все уже заказные статейки, которые там порочили транспорт и так далее, вот, могу сказать, что все КБ, юнические стринг-технологии сделали очень много, вот, вы помните, мы всякий раз говорим о том, что улучшили двери, улучшили батарею, добавили, скажем так, какие-то технологии, которые улучшили вот этот токосъем, потом поменяли подвески и так далее, в общем, постоянно не дремли, то есть, вот, все улучшается, 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 и, действительно, просто я думаю, что это уже транспорт был когда-то первого, второго, третьего, там уже, наверное, сейчас пятого поколения, и я вижу, как постоянно идет улучшение, 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 и даже когда вот одно едешь на Марьиной горке, да, и движение в Арабских Эмиратах совсем другое, потому что все эти технологии оттачиваются, 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 ну, сейчас вы знаете, что в Марьиной горке тоже меняют подвеску, но вот это мы вам с вами рассматривали уже, что меняли подвеску, то есть, опять-таки, если мы сейчас с вами будем вот на этом экофестивале, который мы уже тоже почувствуем вот это, что опять плавность входа и так далее, потому что компания везде отрабатывает и оттачивает вот эти вот все технологии, чтобы будущие заказчики, когда они, можно говорить много, но когда они проехались, посмотрели, они сразу принимают решение, и это решение будет положительно в пользу данного транспорта, нежели, ну, даже вот у нас сравнивать, да, метро старая ветка, метро новая ветка, третья ветка, которая, да, вот, колоссальная разница, поэтому ничего не стоит на месте, и дай бог, что тоже Анатолий Дарвич, конструкторское бюро тоже будет улучшать, улучшать транспорта. Наша задача рассказывать про это и предлагать потенциальным заказчикам. Вот, ну, и вот тоже журнал Агоры МС, это вот мы тоже говорили о том, что это мэр из Бразилии, да, вот они рассматривали, были в шарже, были очень довольны, вот Денис Юницкий тоже подарил книгу инженер, да, про своего отца, вот, естественно, была большая делегация, смотрели, смотрели, и, в общем-то, вот этот мэр тоже рассматривал, скажем так, как можно сделать, что и чего, и поэтому были определенные там, скажем так, виды, ну, посмотрим, по крайней мере, как вот он говорит, мы пришли с миссией представить и открыть двери для Дорадос и МС, было бы очень приятно приехать сюда и узнать, что компания знает о нашем промышленном призвании и нашем потенциале для будущих проектов. Ну, то есть, скажем так, ничего сейчас не разглашается, ничего не говорится, я говорю о том, что очень много делегаций приезжает, очень много делегаций думает о том, что как использовать данный вид транспорта у себя в стране, да, вот, но пока еще никто, вот, мы с вами не слышим, да, потому что все, в общем-то, сейчас имеет такой момент тишины, лишнего не говорится, лишнее не выносится в такой, значит, в открытый доступ, поэтому остается только догадываться, что, наверное, какие-то ведутся переговоры уже за закрытыми дверями, вот. Ну, и вот в конце тоже могу сказать о том, что в Коммерсанте такая статья называется «Старой жизни не вернуть», вот, оказалось, что в связи с данными санкциями российский контейнерный рынок предвидит потерю от 300 до 500 тысяч контейнеров, да, вот, и получается ТЭО, это получается ТВЕНТИ, которые 20-футовые, да, вот, и до 66% парка, то есть контейнерные, они уходят из страны, получаются крупные собственные, вот эти собственники, это крупные международные линии. Контейнеры используются в том числе и для внутрироссийских перевозок. Собственным производством потери заместить невозможно. В России выпускается всего лишь 10 тысяч контейнеров в год, а для покупки в Китае требуется полтора миллиарда долларов, да. И вот господин Исурин, такой президент Трансконтейнера, предлагает, у него есть два варианта решения нейтрализации дефицита. Первый, к сожалению, это общее падение объема перевозок, я не знаю, как это можно предположить, как это вообще встанет вся Россия, или там весь этот рынок, да, который мы сейчас видим. Второй, это приход, по крайней мере, на Дальний Восток других компаний, которые так или иначе имеют контейнерное оборудование. Вот, и далее там статья довольно-таки немаленькая, а вот третий вариант, который, я сначала подумал, что во втором, в общем-то, можно подумать, юнический стринг технологии, а вот третий вариант, смотрите, это не он предлагает, но там ниже эксперт тоже говорит, третий вариант, это ускорение оборота контейнеров. Это вот о чем мы говорим, что когда, допустим, поезд огромный там, да, либо там лайнер движется со скоростью там, допустим, 20 км в час, 40 км в час, то ускорение оборота контейнеров, это как раз вот эта вот ниша, в которую может, в общем-то, войти юнический стринг технологии. Вот такая вот интересная статья для размышления. И наверняка вам тоже она интересна, поэтому читайте, смотрите «Коммерсант», смотрите другие новости, и я думаю, что мы таким вот образом, даже через вот такие вот новостные какие-то, значит, журналы, какие-то вот, в общем-то, такие статьи, мы можем вот выйти на такие вот очень интересные рынки. Вот. Ну и в конце опять-таки повторюсь, что преимущество комплекса «Фьюскай» – это конкурентоспособная цена, низкая стоимость строительства, невысокие эксплуатационные расходы, исключительная экологичность, безопасность пассажиров, высокая адаптивность, комфорт, энергоэффективность, высокая скорость, более низкий расход материала, минимальное приобретение земли, интегрируемость в любую существующую городскую инфраструктуру без нарушения окружающей архитектуры. Вот. Поэтому эстакада считается наиболее перспективным видом транспорта из всех тех выгодных, которые доступны в настоящее время. И юнийский «Скай-транспорт» уже готов к ускорению, чтобы устремиться в прогрессивное будущее. Вот. Поэтому он уже устремился, да, вот, и он уже развивается. И, конечно же, мы с вами что-то уже знаем, что-то мы догадываемся, что-то мы предполагаем. Вот. И сейчас, в преддверии дня рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого, возможно, будет какое-то выступление его, и мы что-то узнаем уже новое, о чем нам поведает Алексей через неделю. А вам всем скажу так, давайте жить без рамок, потому что мы с вами не фотография. Живи без рамок, ты не фотография. Вот такой у меня сегодня краткий обзор. И, скажем так, мое выступление на этом закончилось. Алло, Олег, спасибо. Да, да. Я мастер. Уже давно. Да. Так, Лёша, подожди. Где-то у меня наушники. Буду опять горшать, я тебя не слышу. Да. Видно, да, нормально все? Видно. Я сам у себя замер тут, в экране как будто бы зависло что-то. Ну, да, еще раз ты расфицируйте линейные города, тематику. Я бы, наверное, бесконечно освещаю, потому что там столько и нюансов есть, и с обысками посмотреть, посмотреть. Ну, то есть, можно долго еще эту тему раскрывать. Вообще, это отдельные линейные, наверное, просветить. Понятно, кто про часа, кто про аспекты проживания в городе рассказывает. Вот. И мы это полинейим. Вот. И еще одно у меня сюда зарение было по эко-дому. Вот я привел пример фотографии там с Кириллом, вот так на крыше стоит. И получается, в Шарджи дом стоит не застекленный, это центральная часть, да, а у нас, получается, точно такой же, только застекленный. Еще вот мне только сейчас так понял всю эту разницу. То есть, там, как бы, ну, нет смысла это застеклять, у нас, да, такой прорчет создавать. Так что, да. Да, эко-дома меня очень тем это тронуло, действительно, вот. Потому что, как вот сейчас вот строят новые дома, даже в том же Минске, да, и говорят, вот смотрите, вот у нас тут зеленая зона, а вот у нас тут консьержка, а вот у нас тут уже, скажем так, зона лобби, да, когда ты заходишь, там можно и комната матери ребенка, и зона, где лонж-зона, да, где можно подождать и так далее. То есть, не так, как сейчас подъезды, да, в которых большинство населения живет. Вот заходишь и сразу тут, скажем так, поднимаешься по лестнице, и даже иногда нету пандуса. Вот. Все меняется. Поэтому вот это вот линейные города, это тема, действительно, которая, в принципе, мне кажется, нужно уже идти не транспорт, скажем так, продвигать, да, а вообще продвигать концепцию линейных городов. Потому что, когда вам всегда найдутся люди, которые захотят соединить в одном лице и дачу, и дом проживания, и тут же этот транспорт, который будет также, пожалуйста, вам, в город надо добраться, вот, пожалуйста, вот транспорт. То есть, я думаю, что вот эти вот, эта тенденция, эта концепция, она более выигрышная в данный момент, потому что люди готовы продавать свое старое жилье и перемещаться совершенно в новый, да, в новый стиль жизни, да, где будет зеленая энергетика, где не будет вот этих вот машин, которые загазованы, да, и где есть возможность и с детьми отдыхать, и выращивать, и на той же крыше, да, выращивать те же, скажем так, продукты питания. В общем-то, это идея та, которую действительно вот Анатолий Эдуардович освещал в нескольких своих фильмах, и вот поэтому я решил повторить линейные города, потому что реально это тема, которая может зацепить именно многие страны для решения тех площадей, которые не знают, потому что, как правило, это вот огромные города, которые превращаются, часть города, допустим, шикарно все, да, а часть города превращается в трущобы. И даже когда мы были в Дубае, и вот та, скажем так, возле аэропорта, где мы находились, вот, это 40 минутах езды, допустим, под Дубай-Марина. Так вот, Дубай-Марина, это туристическая зона, там все красиво, все вышкалено и так далее, а вот где мы жили, допустим, да, там вроде тоже хорошо, но там аэропорт и так далее, но там есть зоны такие, которые ты сворачиваешь с центральной улицы, попадаешь, допустим, в какие-то индийские там какие-то районы, я не скажу, что там трущобы, но сказать о том, что это Дубай, ты можешь не сказать это, да, то есть ты реально теряешься, и вот если тебя просто вот выкинуть с закрытыми глазами, сказать, вот где ты находишься, то есть ты, скорее всего, скажешь, что там, да, в Египет, либо скажешь, где-то там, где-то в Индии, но потому что там, скажем так, далеко до Дубая, скажем так, да, то есть вот это вот большая разница. Даже в Дубае есть трущобы, да? Да, я не скажу, что там трущобы такие, но в принципе я еще так далеко не ходил, наверное, наверняка там можно найти, в общем-то, трущобы. Но есть в этом моменте, да, 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 где вот такие люди, кочевники, либо сами индусы, они, в общем-то, живут в своем каком-то маленьком мирке, там можно дешево покушать, там рядом супермаркеты, которые там относительно, по их ценам, так, ну, скажу так, разница колоссальная может быть там, да, что там в пять раз продукты, этот же продукт в другом магазине, в центре Дубая Марина будет в пять раз дороже, хотя тот же самый, скажем так далее. Вот такие вот вещи есть. Поэтому, наверное, вот это вот линейные города, вот эти кластеры, это то, что может действительно дать людям возможность не делить города на фешенебельные районы и трущобы. Вот это вот то, что могу сказать. Ну, да, если еще там озеленить, солнца много, озеленить. Да, вот, кстати, да, вот я хочу сказать о том, что именно если вот, чем в первую очередь отличается, мало того, что небоскребы, но в то же время очень много зелени, да, а вот именно вот там, где мы были, то есть там получается практически нет зелени, там все закатано в асфальт, вот эти вот асфальт, 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 и вот получается, что, да, песок, и вот если что-то там, ну, как правило, вот возле этих магазинов какие-то там мусорки стоят, да, вот мусор вываливается, он где не задерживается, и вот его начинает по вот этому, скажем так, по этой площади заасфальтированной полностью носить, и вот, ну, получается, вот, ну, никуда это не девается, вот, грязь, песок получается, поэтому и смотришь, вроде бы это и Дубай, а на самом деле как-то нечисто, вот так, чтобы сказать. Поэтому, да, Леш, зелень это определяющее, поэтому эта картинка, когда мы смотрим, когда все зелено, это действительно вот самая большая разница, и вот когда в Минск действительно приезжаешь в других мест, да, вот что впечатлило, Швейцария чем впечатлила, что там все зелено, да, что вот едешь, травка там красивая, там эти коровки пасутся, да, вот они там, вот это вот горы эти зеленые там, ну, даже сейчас я подписан на такую Швейцарию, так там, когда поезд едет, и вот ты можешь понаблюдать, посмотреть, вот, это красиво. Когда нет зелени, она действительно вот эта вот высокая архитектура, она утомляет, это в том же Дубае, допустим, если вот, да, но если нет зелени, это получается, нагревается от этого жаркого солнца еще больше, да, то есть становится жарко, становится сухой воздух, и вот ты уже начинаешь искать детенек, либо просто заходишь в молок, где вот на тебя этот кондиционер, и там тебя просто сдувают с ног, тоже ничего, скажем так, хорошего. Поэтому большинство людей выходят уже поздно вечером на прогулку, либо гуляют в этих молоках. Поэтому зелень – это действительно определяющее, почему говорится вот это, что города, кластеры, они полностью зеленые, и даже крыши зеленые. Вот это… И вот сейчас днем очень жарко, ночью получается, что только песок, очень холодно. Да, быстро. И быстро все даст. Как быстро нагревается, так же быстро стужает. Это тоже определенный дискомфорт. Вроде бы жаркая страна, но ночью получается, что я приеду и уходу. Спасибо, Валентине, за приятные слова, да, просвещение свет. Так что свет, любовь, добро и ничего не бояться, да, идти, действовать. Действительно, мы с вами занимаемся очень интересным делом, замечательным. И действительно, я думаю, что гордость очень большая. Как только Гегору сейчас пройдут первые проекты, которых освещат, да, осветят, которые, я думаю, что вот здесь будут просто, как Олег Зарецкий выразился, просто будет стоять очередь. И хватило бы ресурсов, чтобы это все осуществить быстро, да, там, то есть будем учиться, изучать, обучать. И, наверное, КБ тоже расширится, и люди, все, кто делает все, потому что делают очень хорошо, но пока в маленьких масштабах, но я думаю, что это все восполнимо. Научить быстрее, чем в это все. Ну, это называется масштабирование. Сначала в маленьком масштабе, а потом будем масштабировать. Вот. Спасибо всем за хорошие слова. Вот. Приглашаю Леша уже, как говорится, будет выступать у нас после дня рождения, 21-го числа. Вот. Наверное, какие-то будут акции интересные, какие-то будут новости, возможно, какое-то видео будет от Эдуарда, Владимир Владимировича, поэтому... Ну, акции точно будут уже нам уже вас. А, вам уже сказали, да? В кабинете было или не было, не знаю. Уже будет, что не было. Ну, то, что будет интересно, да, как для рождения. Тогда отлично, тогда ждем. Так что, да, рассказывайте партнерам. Делайте с информацией. К 16-ому числу тогда готовьте, да, через два дня какие-то будут интересные новости в кабинете. Все, тогда всего хорошего, да. Спасибо, Олег. И до новых встреч. До новых встреч через неделю, в четверг, как обычно. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok